Всем хеллоу! Сегодня мы разбираем раздел третий из ЕГЭ по английскому языку. Это грамматика и лексика, а именно задание 19.25. Все примеры взяты из пособия по английскому языку под редакцией Вербицкой. В данном разделе заданий нам нужно грамматически преобразовать слово, написанное заглавными буквами, так, чтобы оно соответствовало тексту. Для этого нужно понять контекст и слово, которое нам дано. В данном случае мы видим слово healthy, это пролагательный, здоровый, полезный. Пролагательные грамматически меняются с помощью степеней сравнения. В данном случае, исходя из предложения, мы понимаем, что нам нужна сравнительная степень. Некоторые люди думают, что это более полезно не есть мясо. Поэтому пролагательное healthy меняется на форму healthier. Обратите внимание, что why в конце слова меняется на i и добавляется суффикс er. Итак, ответ healthier. Следующее слово, которое мы видим, not it. Это глагол есть, питаться. Глаголы грамматически меняют свою формулу в зависимости от времени. То есть нам нужно понять, какое же здесь время. Мы смотрим на предложение. Animals are my friends. У нас есть глагол are, он стоит в настоящем времени. Это present simple. Соответственно, нам глагол it тоже нужно поставить в это время. Но не забываем о частичке not, то есть отрицания. Поэтому добавляем вспомогательный глагол do. И у нас получается don't it. Либо полностью do not it. Помните, что в ответах вы будете записывать слова без пропусков. То есть как будто это целое одно слово. Далее мы видим слово grow. Grow – это глагол выращивать. Смотрим на контекст. So there are some people who think that пропуск food for cows and pigs to it is not very economical. То есть если мы посмотрим на предложение, у нас здесь есть глагол is, сказуемое, но нет подлежащего. Соответственно, из глагола grow нам нужно сделать подлежащее. Подлежащим выступает герунди. Это форма глагола с инговым окончанием. То есть здесь нужно выращивание. Некоторые люди думают, что выращивание еды не очень экономично. That growing food. Далее мы видим существительное. Woman – женщина. Смотрим на контекст. И существительные они обычно меняют форму своего числа. Здесь главное помнить, что слово «женщина» – это исключение. В английском языке не добавляется S, а меняется форму слова. Буква A меняется на букву I. Получает слово women. Здесь речь идёт про 8 марта и отмечаются достижения женщин. Ножное число. Далее мы видим глагол мин – значить, означать, иметь в виду. И так как речь идёт про праздник, здесь он заменяется местоимением it. И перевод предложения будет звучать следующим образом. Этот праздник предназначен, чтобы оценить и признать вклад всех женщин в нашу жизнь. Для этого, чтобы выразить такое значение, нам нужен пассивный залог в настоящем времени. Образуем мы его с помощью глагола to be и третьей формы глагола. Mean – это неправильный глагол, его третья форма – meant. Поэтому этот праздник предназначен it is meant to appreciate. Далее слово life – жизнь. Также существительное. Смотрим на контекст. Special friend who brings love and cheer in our – кто приносит любовь и радость в нашей жизни. Множенное число. Также слово подобное не самое простое, потому что F меняется на V и добавляется и S окончание. И последнее задание. Здесь нам дано слово that. Это указательное местоимение, в единственном числе тот, то или там. Мы видим, что оно стоит предсуществителем во множественном числе females, представительницы женского рода, поэтому нам нужно поменять его на множественную форму. Множественная форма those. На этом все. I hope it was useful.